Открывая совещание, секретар Совбеза России напомнил, что энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национальной экономики и во многом определяет финансовые и экономические возможности страны. Вместе с тем, наметившиеся позитивные изменения пока еще сдерживаются рядом вызовов и угроз. Прежде всего, это наше технологическое отставание, высокий уровень зависимости от импорта оборудования и технологических услуг. По-прежнему отмечается высокая степень износа энергетического оборудования, который в ряде субъектов федерации округа превышает 70%. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев добавил, что в составе энергосистемы Дальнего Востока действуют пять изолированных энергосистем. Камчатская, Магаданская, Чукотская, Сахалинская и Якутская. Необходимо также отметить, что работа по совершенствованию энергетической инфраструктуры Дальнего Востока выполняется генерирующими и сетевыми компаниями, часто со срывами графиков. Николай Платоныч уже говорил об этом. Не выполняется срок указ президента Российской Федерации 22 ноября 2012 года по таким объектам компании «Росгидро», как Якутская ГРС-2, Сахалинская ГРС-2, ТЭЦ в городе Советская Гавань. Первый срок был в 2015 году, второй срок в 2016 году. Но я думаю, что сегодня этот срок тоже провален. В 2017 году необходимо в обязательном порядке этот объект сдать. Потому что уже мощности выводятся, восстанавливать нечем. Сегодня этот вопрос становится главным. По словам Трутнева, законопроект о выравнивании энергетических тарифов подготовлен. Сейчас в связи с перевыборами он пока находится в правительстве. Я надеюсь, что будущий год Дальний Восток будет встречать уже в другой энергетической обстановке. Появятся другие сценарные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Необходимо отметить, что вся работа по развитию Дальнего Востока невозможна без обеспечения инвесторов необходимыми для реализации проекта энергетическими мощностями, создания комфортных и безопасных условий жизни людей. А для этого надо еще немало поработать. Кроме того, Илдархан считает, что нельзя откладывать в долгий ящик проект строительства на территории Якутии нефтеперерабатывающего завода для обеспечения собственных потребностей региона. Мы топливо завозим из всей страны. Через все страны заводится и дизельное топливо, другой вид, который очень дорогой для наших потребителей. Поэтому сегодня возникает необходимость строительства нефтеперерабатывающего завода под потребности Якутии или миллионник, или двухмиллионник прямо на месте добычи наших ресурсов. Также глава республики заявила о необходимости скорейшего соединения изолированной восточной энергетической системы с единой энергетической системой страны через Якутию. Как это будет делаться, я думаю, это очень просто, потому что мы сегодня в Южной Якутии, которая с восточной системой связана, соединяем с Центральной Якутией, а Западной Якутией тоже сегодня связана уже с энергетической системой России единой. Остается только центр Якутии соединить с Западной Якутией. В своем выступлении Егор Фанасьевич озвучил на федеральном уровне свою жесткую позицию о важности повышения ответственности не только потребителей перед энергетиками, но и самих энергетиков перед потребителями. Слишком много отключений, слишком много проблем для потребителей республики, для коммунального хозяйства, для населения. В зимнее время, когда, например, в летнее время очень много молока киснет из-за того, что никто не предупреждает, отключает электроэнергию, создаются аварийные ситуации. И в зимнее время, тогда, когда котель не взрывается, тогда, когда насосы выходят из строя, при этом энергетики не несут ответственность. Поэтому я сегодня инициировал, и было поддержано о том, что необходимо сегодня перед энергетиками составить такие нормативные правовые механизмы, чтобы они несли ответственность. Иначе так продолжаться не может. Выездное совещание секретаря Совета безопасности России в Дальневосточном федеральном округе – ежегодное мероприятие. Итогом работы совещания должен стать ряд рекомендаций для представителей местной власти и федеральных ведомств. Кроме того, по итогам поездки Николай Патрушев встретится с Владимиром Путиным. Его доклад, возможно, станет основой для президентских поручений. Александра Хлопкова, Марина Мигалкина, Вадим Ганкевич, Южно-Сахалинск, Якутия. День за днем.